Исторический рекорд. 600 тысяч пассажиров встретило аэропорт имени Карамзина. И это только за 2023 год. Тогда же открыли новые маршруты в Махачкалу, Калининград и Минеральные воды. На данный момент авиакомпании ежедневно выполняют до семи рейсов. Итоги работы обсудили на профильном совещании. Здесь же наградили лучших сотрудников. После перешли к официальной части, обозначили цели на текущий год. Часть предложений по развитию инфраструктуры направят в федеральный центр. Это не единственный проект, который находится в фокусе внимания правительства. Запланирована модернизация площадки для парковки автомобилей на территории аэропорта. Нынешнее ее состояние специалисты оценивают как неудовлетворительное. Машин много, места мало. Плюс в зимний период сугробы занимают пространство проезжей части. А расчистить территорию не так-то просто. Многие жители области оставляют транспорт на неопределенный срок, из-за чего габаритная уборочная техника не может проехать. Трудности есть. Есть пути решения, есть дорожная карта, я повторюсь, по которой мы полномерно двигаемся. Я думаю, что сейчас наши коллеги более подробно осветят эту часть. Я думаю, что это очень хороший проект, важный для нашего аэропорта непосредственно. Специалисты предложили скорректировать план действующей парковки. К вопросу подошли комплексы. Изменится не только количество площадок, где можно оставить автомобиль, но и направление движения на территории аэропорта. Как только подготовительные работы будут завершены, подрядная организация приступит к реализации задуманного.